Аморальное поведение, высокомерие и шок! Все это я увидел в шоу «Холостяк», где Егор Крит, так сказать, выбирал себе жену. Самое время все это с вами обсудить. Крит обнимает и целуется с одной, потом с другой, с третьей, и все это напоказ. Куда смотрят родители? Как себя чувствуют бабушки и девушки? Что они думают вообще по этому поводу? Да, Егор Крит самец, ему важно притереться, понять, как девушка лежит по телу. Подходит ли по губам, по характеру. Ну вот зачем это девушкам? Да, Егор Крит завидный холостяк, но приятно ли той же победительнице шоу «Холостяк» вот этой вот Даши Клюкиной, что Крит в этой же серии, в последней, целовался с той же Викой и так далее? Ну нормально ли это? Не думаю. Скажите, девушки, вы бы хотели быть женой того парня, который со всеми обнимался, целовался, носом крутил неделю, и потом, так знаете, высокомерно, вот так и быть, это будешь ты. Вам нужен такой? Во-первых, был такой случай в начале проекта, девушка 19 лет, якобы переспала с кем-то из съемочной группы, Крит об этом узнал, выгонал ей шоу, вот такое вот шоу, такой шоу. Ну к тому же, как себя чувствуют девушки, которые выбыли из проекта? Вот смотрите, что потом думают соседи? Краснеет ли мать? Что думает отец? Пишите ваши комментарии. 21 век, действительно, поюзать и бросить на ничего очень модно, многие девушки остаются у разбитого корыта, без парня, а дети без родителей. Действительно, серьезная проблема. А вот как потом найти жену? Как же какие-то моральные моменты? Чистота, ведь действительно, для свадьбы это кольцо, это преданное, это невинность. Где все это? По факту же получается, что многие девушки уже поюзанные, парни действительно поматросят и бросят, и это не есть хорошо, без другой стороны. Многие девушки должны винить в первую очередь себя, потому что именно они выбрали этих парней. Вот опять же, почему пошла мода на мимолетные отношения? Вот эти клубы, понты и так далее, гулянки, пьянки, да добра это не доводит. Опять же, очень хочется посмотреть на родителей тех девушек, которых так воспитывают, что они потом идут в шоу холостяк, целуются по очереди с одним и тем же парами. Знаете, в наше время меня уже ничего не удивляет, тот же былой известный футболист Ронал Динью, сообщает, что хочет жениться на двоих, причем девушки дружат. Я напомню, шестой сезон шоу холостяк стартовал в марте на телеканале ТНТ, основная суть подбор жены Егору Криду. Выбирал он примерно из 20 девушек, лучшей стала Даша Клюкина, и 23 года, собственно, как и Криду. Вообще, Даша участвует в предыдущем сезоне проекта, опять же, он актриса, и непонятно, нужен ли этот сам Егор, или вот просто пиар, и интересно самоучастие. В интернете указано, что сама она из Свердловской области при росте 167 сантиметров весит примерно 55 килограммов. С шести лет она занимается музыкой, умеет играть на фортепиано, также получила психологическую травму, ее испугала собака, она немножечко заикается. В школьные годы была пухленькая, лишь к одиннадцатому классу постройнела. Несмотря на это, действительно, 55 килограммов, а вот по видео, я бы не сказал, на мой взгляд, весит она поменьше. Также, Даш Клюкина, визажиста, владельца кофеин в Сочи, хозяюшка, умеет печь тортики, поэтому вполне возможно, что Крид совсем скоро увеличится. Пишите ваше мнение по поводу холостяка и всей этой ситуации с подбором жены артисту Егору Криду. Я сам веду свадьбы, в интернете есть масса видео на моем YouTube-канале, готов вместе с вами отдохнуть на этом шикарном событии, которое бывает только раз в жизни, и, конечно, при хорошем стечении обстоятельств. Готов играть с этой же Клюкиной, тому же Криду, да хоть Лепсу, хоть Киркорову. И в любом случае, если вы позвоните, мы с вами вместе отдохнем, на высшем уровне будут конкурсы, будет праздник, будет невероятная энергетика. Но сейчас, как я и обещал, озвучу первые пять приветов, которые вы написали под прошлым видео. Стронг и Строп передают привет всем людям, которые любят Миколаса Йозефа. Я напомню тем, кто не знает, когда представили Чехии на Евровидение до 2018. Ольга Нукайп написала из Минска, передает привет Лешеньке. Жанна Бадах передает привет Алексеевцев и мне. Салюты вам! Зрители канала 6 Пятерок передают привет Минску из Сочи. Также привет Виситин Хамстер спит, что клип у Алексеева супер наполнен на песню «Сберегу». Я продолжу рубрику приветового поздравления. Первые пять, которые вы напишете под этим видео, обязательно озвучу. Озвучу следующую, впереди же самые интересные факты, без которых невозможно жить, спать, есть, которые важно обсуждать вместе. Я желаю каждому из вас хорошего настроения, счастья, успехов и до новых встреч. И еще раз напомню, что намечается свадьба без проблем. Звоните, помогу. Ну, также, конечно, есть в социальной сети ВКонтакте, в Инстаграме. В общем, связаться проблем нет. Нет.